Из-за газового кризиса правительство Молдавии решило ввести на 60 дней режим чрезвычайного положения. Парламент республики рассмотрит соответствующий вопрос уже в четверг. Ранее Газпром вновь пообещал прекратить поставки газа в Молдавию, если до 20 января не поступит очередной платеж. По договору Молдова ГАЗ обязан до 20 числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущие месяцы, делать авансовые платежи за текущие. За декабрь компания рассчиталась с Газпромом полностью, а вот аванс за январь погасит лишь частично, примерно 38 миллионов и 63 миллионов долларов, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спынов, по словам которого Молдова ГАЗ не смог найти общий язык российским концернам, чтобы отложить авансовые платежи, не смог получить кредит, чтобы погасить нужную сумму. О проблемах с газом в Молдавии рассказывает директор Кишиневского института эффективной политики Виталий Андреевский. «Правительство, чтобы помочь населению, установило доплаты 67% того, что тепло употребляли. Сейчас, в связи с тем, что цена выросла, решили компенсировать до 80% и все было бы нормально, если бы не произошел скачок цен. Было 430, а сейчас цена за ГАЗ 647, за 1000 кубов. Видимо, будут ограничения на потребление ГАЗа. Может быть, даже будут установлены квоты. Молдова постарается изыскать ресурсы за счет бюджета или попытается срочно взять какой-то кредит. Дело в том, что банки Молдовы не дают сейчас Молдгазу кредит, так как у него большая историческая задолженность перед Россией. Поэтому, может быть, будут искать кредиты или под государственную гарантию в молдавских банках, или в каких-то международных организациях. Мы действительно хотим иметь коммерческие отношения. И, в принципе, в этих отношениях нормально пойти на пролонгацию долга, на какой-то период. Поставки в Молдову такие пустяковые, что эти 25 миллионов, которые надо пролонгировать, не вызовут кризис Газпрома. И все это понимают. Директор Кишиневского института эффективной политики Виталий Андреевский. А причина газового кризиса в Молдове рассуждает заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. Есть вина лежит в значительной степени на молдавских властях, которые, опять, прекрасно понимают, что у Молдова газа формируется картовый разрыв, потому что тарифы были подняты недостаточно цены внутренние для того, чтобы покрыть издержки на закупку газа. И это в 100 случаев 100 привело бы к тому, что денег у Молдова газа не хватит, чтобы платить за газ в соответствии с контрактными обязательствами. Это предупреждение официального Газпрома. Насколько вообще вероятно, что никаких осрочек не будет и что газ прекратят поставлять? Мы же проходили эту историю в ноябре, когда контракт только был подписан. И первый же платеж был сорван по причине того, что у Молдова газа опять-таки не было денег. И тогда уже Газпром очертил жесткую позицию, что они пошли навстречу молдавской стороне, приняли их практически в полном объеме их предложение по ценообразованию в новом контракте, который был подписан в конце октября. Но обязательным условием этого было четкие платежи. Но теперь же речь идет о том, что долг будет опять накапливаться, и поэтому жесткая реакция Газпрома была прогнозирована. Мы предупреждали о том, что будут отключать, если платежи не будут поступать срок. Но не прошло еще трех месяцев, уже дважды срывались платежи. Прекращение поставок будет катастрофой, потому что сейчас разгар отопительного сезона, это сразу остаться без тепла и, вероятно, остаться еще и без электроэнергии, потому что из газа в Приднестровье вырабатывается большая часть электроэнергии, которая затем поставляется молдавским потребителям. Но введение ЧП еще не означает, что будут прекращены поставки, они могут ввести это для того, чтобы получить полномочия для более оперативного решения по вопросу, связанному с бюджетной помощью и так далее. Алексей Гривач, заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергобезопасности, в Кремле заявили, что требование Газпрома к Молдавии – это чисто коммерческий вопрос. Газпром, как компания, должен продавать товары, получать за это деньги. Он не может отдавать товары бесплатно. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.